Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала Актер Юрий Яковлев Суханов. Эрл Гарднер. Дело о дневнике загорающей. Часть 2. Дозвониться до офиса доктора Кандлера оказалось просто. Трубку взяла медсестра, и после нескольких фраз о том, кто и почему хочет поговорить с ее боссом, Делла Стрит дала Мейсону понять, что разговор состоится тотчас же. Мейсон взял трубку. Алло, доктор Кандлер? Не прошло и двух секунд, как на том конце ответил мягкий и настороженный голос. Доктор Кандлер слушает. Здравствуйте, доктор, с вами разговаривает Перри Мейсон. Мне чрезвычайно необходимо как можно скорее связаться с мисс Орлен Дюваль. Она сказала, что выйти на нее можно будет через вас. Перри Мейсон? Тот самый знаменитый юрист, если не ошибаюсь. Он самый. А могу я узнать, в чем причина такой срочности, мистер Мейсон? Понимаете ли, мисс Дюваль дала мне понять, что я могу полагаться на вас как на друга семьи, что вы для нее как родной дядя, это так? Да, это так. Сегодня мисс Дюваль приходила ко мне за советом. И что же? Просила помочь в одном деле. Мейсон тоже старался говорить осторожно, решение которого не терпит отлагательств. Понимаю вас, мистер Мейсон. И я хотел бы сообщить мисс Дюваль, что некоторые действия мною предприняты и что уже можно вести речь об определенном успехе. Это касается трейлера? Да. Неужели вы его нашли? Представьте себе, он сейчас в комиссионной продаже в одном из торговых центров. Никаких личных вещей не осталось, ни постельных принадлежностей, ни посуды, ни одежды. Мне кажется, что мисс Дюваль хотела бы получить эту информацию немедленно. И если только вы можете сказать мне, как с ней связаться, то я бы это сделал прямо сейчас, с тем, чтобы узнать, каковы будут дальнейшие указания. Простите, но адрес ее я вам сообщить не могу. Настороженность доктора Кандлера ничуть не уменьшилась. Но я попытаюсь передать ей, сколько времени вы будете у себя, мистер Мейсон. Тридцать минут вас устроит? Вполне. Я передам ей вашу информацию, и она вам позвонит. Благодарю вас. Мейсон положил трубку. Делла Стрид, следившая за разговором, посмотрела на шефа и улыбнулась. Этот лишнего не скажет. Все правильно, ответил Мейсон. И нельзя его винить. Не может же он быть полностью уверенным, что я не какой-нибудь работающий под пыри Мейсона частный детектив. Раньше мы по телефону не разговаривали, и голос мой ему не знаком. Верно, шеф. А попросив ее позвонить вам, он узнает, отсюда ли звонили. Ты мыслишь совершенно правильно. Знаешь что, Делла? Отключи-ка коммутатор в приемной, а то скоро Герти уйдет домой, и принимать звонки будет некому. По-моему, она как раз собралась. Делла Стрид вышла в коридорчик, где подключила телефон приемной напрямую к аппарату в частном офисе Мейсона. Мейсон тем временем продолжал давать указания Полу Дрейку. Пол, я хочу, чтобы этот Томас Секкет был под постоянным наблюдением. Не спускай с него глаз, но так, чтобы сам он ничего не заметил. Все должно быть чисто. Полное наблюдение и днем, и ночью? Да, знать каждое его движение. И еще я попрошу тебя навести справки по делу о пропаже из Меркантайл Секьюрити Банка. Почти 400 тысяч долларов, которые исчезли во время транспортировки их в один из филиалов. Дрейк встрепенулся. Так вот оно в чем дело. В чем, не понял Мейсон. Это имя, Дюваль. Вот где я его слышал. Он тогда заграбастал целое состояние, но попал за решетку. Она его родственница? Она его дочь. Дрейк присвистнул. Ну и дела. Узнай все, что сможешь, Пол. А сколько даешь времени? Смотри по обстоятельствам, но это тоже очень срочно. Провалиться мне на этом месте. Дрейк явно оживился. Так значит, это был ее папаша. Он пользовался полным доверием, сухо заметил Мейсон. И в конце концов решил попользоваться деньгами, добавил Дрейк. Дэлла Стрит вернулась в офис. Телефон включен напрямую, шеф. Ну вот, начинается, воскликнула она, едва присев, и поспешила ответить на первый прямой звонок. Слушаю вас. Орлен Дювальд спросил ее Пэрри Мейсон, и после того, как Дэлла молча кивнула, снял трубку параллельного аппарата у себя на столе. Минуточку, мисс Дювальд, соединяю вас. Голос у Орлен Дювальд был совсем не такой, как у доктора Канглера. Она даже и не пыталась скрыть обуревавшего ее волнения. Вы что-то узнали о трейлере? Доктор Канглер сказал мне, что вы его нашли. Это правда? Правда, мисс Дювальд. Трейлер найден. И где же он? В идеал-трейлер-центре. Что? В идеале? Да, он там. Но подождите, я же сама... Вам знакомо это место? спросил Мейсон. Конечно, знакомо. Я же там его и купила. Когда это было? Да уж месяцев шесть назад. Ну что ж, получается, что ваш красавец снова там. Поставили на продажу на комиссионных условиях. А кто сдал? Человек по имени Говард Прим. Так, по крайней мере, он представился хозяину. Адрес, который он дал, оказался фиктивным. Девушка на секунду замолчала. Да-да, конечно. Скажите, а он... А каково состояние трейлера? Из личных вещей ничего не осталось, если это вас интересует. О нет, я имею в виду сам трейлер. В частности, пробовал ли кто-нибудь оторвать деревянную обшивку? Вроде бы нет. Мистер Мэйсон, мне во что бы то ни стало, нужно немедленно туда попасть. Вы можете встретить меня там? Когда? Чем быстрее, тем лучше. Я буду вас ждать. А есть у вас с собой что-нибудь подтверждающее, что вы хозяйка этого трейлера? Регистрационная карточка или... Ничего, мистер Мэйсон, абсолютно ничего. Вы же знаете, что у меня остались только ключи. Впрочем, постойте. Если вы купили у них трейлер, и если человек, который его вам продал, сегодня работает, то... Хорошо, я выезжаю в сию же минуту. Встретимся на месте. Вы выезжаете? Да, считайте, что я уже в пути. Мэйсон положил трубку и повернулся к Полу Дрейку. Один важный момент, Пол. Знаешь, что я отнюдь не намерен приоткрывать карты в отношении Секкета? Считаю, что пока не время. Это может быть тот случай, когда нам не следует сообщать клиенту все, что нам известно. Дрейк, понимающе, усмехнулся. Что касается меня, Перри, то мой клиент это ты. Я работаю только для тебя. И даю информацию на сторону только с твоего ведома. Мэйсон поднялся из-за стола. И сосредоточься, пожалуйста, на моей второй просьбе, Пол. Запусти своих ребят прямо сейчас. Ну а те, что следят за трейлером, пусть это дело не бросают. Пусть преследуют его хоть на краю света. Окей, Перри. Ты думаешь, твой клиент сможет подтвердить право владения трейлером и заберет его? А почему бы и нет? Ведь вначале он был именно там и продан. У них наверняка сохранились записи купли-продажи. Так что большой переграды, я думаю, не будет. Странно, однако, что похититель привез трейлер в то же место, сказал Дрейк. Простое совпадение, выразил свое мнение Мэйсон. Я этого не говорил. Твои слова сухо заметил Дрейк. Конечно. В конце-то концов, таких больших площадок для продажи, как в идеал-трейд, в городе раз-два и обчулся. Но все равно такое совпадение заставляет задуматься. Мэйсон посмотрел на Делу-стрит и кивнул в сторону двери. Ты готова? Да, я готова. Пол Дрейк поднялся с кресла для посетителей. Намек понял. Меня выпроваживают. Хороший мальчик. Мэйсон открыл дверь, пропуская Пола вперед. И не нужно даже брать его за ухо. Детектив улыбнулся. Иногда это и не помешает. Ну что ж, до скорой встречи. И я хочу, чтобы ты лично был на работе до 9.30, бросил уже на выходе Мэйсон. Мне, возможно, захочется с тобой поговорить после того, как мы разберемся с трейлером. И не забудь про похищение денег из банка. Окей. Займусь этим, как только приду к себе. Я буду на месте до 10. Пол Дрейк направился дальше по коридору к своему кабинету, а знаменитый адвокат в сопровождении верного секретаря вошел в лифт. Минуту спустя они уже выезжали со стоянки рядом с домом. А еще через несколько секунд Перри Мэйсон думал только о том, как бы им не задержаться в пути из-за невероятного количества машин на дороге. Был час пик. Сколько же мы будем ехать, спросила Делла Стрит. Минут 20, как минимум. Так долго? Она изобразила удивление. Шеф, уж не дали ли вы очередной зарок не превышать скорость? Мэйсон в ответ кивнул с самым серьезным видом. Автомобиль Делла стал действительно смертельным оружием. Слишком много людей за рулем, слишком много машин, и всем надо куда-то спешить в одно и то же время. «Ну что ж, раз вы встали на путь истинный, я могу расслабиться». Делла откинула голову на сиденье. «И мне не придется больше высматривать, не видно ли по ходу движения дорожной полиции». «Отныне и впредь», — глубокомысленно произнес Мэйсон, «дорожные полицейские — мои друзья. Я хочу, чтобы их было больше, потому что если я собираюсь стать законопослушным, то мне и других граждан хочется видеть тоже соблюдающими закон». «Кстати, Делла, а что ты думаешь о нашей новой клиентке?» «Бедняжка, мне ее жаль, попала в такую переделку». «И то, правда, бедная и разнесчастная». «Но, шеф, вы скептически настроены». Перри Мэйсон увидел, как впереди на перекрестке замигал зеленый и на желтом затормозил. Если отбросить эмоции и взять одни только голые факты, то перед нами девушка, у которой отца приговорили по обвинению в присвоении почти 400 тысяч долларов. Эта девушка разъезжает на дорогом лимузине, живет в стоящему ему денег при цепе на колесах, нигде не работает, а занимается лишь тем, что в припрыжку сбивает голыми ногами и расустровы на поле для гольфа. А теплое солнце и мягкий ветерок греют и обвивают ее нежную кожу. «Она нашла себе очень неплохое занятие», — согласилась Делла. «А сейчас давай взглянем на все это с точки зрения тех, кто отвечает и принимает решение о досрочном освобождении на поруки». «Заключенный Колтон Дюваль находится в тюрьме, и приговор его был неясным и неокончательным. Он утверждает, что невиновен и что осужден незаконно, по ошибке, и не все обстоятельства дела до конца выяснены. Вы член Совета по помилованиям и досрочному освобождению, поэтому вам предстоит решить, до каких пор держать Колтона Дюваль в тюрьме. И вот вы почти уже приняли решение его выпустить. Остается спросить мнение тех, кто ведет оперативную работу по делу. Вы их спрашиваете, и вдруг узнаете, что дочь ездит в дорогом автомобиле, живет в первоклассном трейлере, работу забросила, а деньгами сорит направо и налево. Ну, если трактовать дело так, Делла Стрит сделала паузу. Боже мой, получается, что она сама своими действиями держит отца за решеткой, при условии, что... Мэйсон улыбнулся. Не тяните же, шеф. При условии, что Совет по делам совершеннолетних, а у него в этом штате те же функции и обязанности, что и у Совета по помилованию и досрочному освобождению. Имеет намерение, пусть даже самое малое, этот милосердный акт осуществить. Если так, то неуместнее ли будет предположить, что Орлен Дюваль скорее пытается не освободить Колтона Дювали из неволи, а наоборот, удержать его там? В таком случае действия дочери с точки зрения властей штата будут выглядеть вызывающими раздражение, если не сказать просто вызывающими. Да, это определенно так, как вы сказали. С другой стороны, продолжал Мэйсон, это выглядит как очень соблазнительная приманка. В каком смысле? А вот послушай, Дювали сажают в тюрьму, но одновременно дают понять, может быть, напрямую даже и не говорят, а как-то по-другому, что если он вернет награбленное, то досрочное освобождение состоится. Ясно, что желание возвращать добычу он не испытывает, хочет переждать, хочет, чтобы от него отступились. В результате это ему удается, и власти думают, будто о свободе он и не помышляет. Затем дочь Дювали начинает вести роскошную жизнь без видимых средств к существованию и пребывает в райском блаженстве полного ничего не делания. Будет только естественно, если чиновники, отвечающие за досрочное освобождение, подумают. Но вот теперь понятно, что во владение деньгами вступила его дочь. Так не лучше ли будет этого мошенника освободить и понаблюдать за ним как следует? Уж мы-то его из виду не упустим. Помешать дочке транжирить деньги мы не можем. Но рано или поздно, и сам Дюваль потратит энную сумму, тогда-то мы его и прищучим. Признаваяся, мол, откуда денежки, прервем его досрочное освобождение и, может быть, сумеем привлечь в качестве сообщницы и дочку. А после этого, возможно, удастся и на деньги выйти, и хоть какую-то их часть получить обратно. Делла Стрит пыталась переварить услышанное. Кто-то играет на много ходов вперед. Совершенно верно, согласился Мэйсон. А какова же получается ваша роль в этой схеме? Моя? Я так думаю, что мне отведена роль пешки. То есть вами хотят воспользоваться? Да, использовать и выбросить. В любом случае будьте осторожны. В этом не сомневайся. Мэйсон свернул на автостраду с односторонним движением, и последующие 10 минут они ехали, не говоря ни слова. Потом он повернул на поперечную улицу, проехал кварталов 5-6, и, наконец, они оказались перед идеал-трейд-трейлер-центром. Припарковавшись, Мэйсон выбрался из машины и пошел осматривать длинную вереницу разнообразных домиков прицепов, выставленных для продажи. Делла Стрит последовала за шефом. «Невозможно предсказать, что они изобретут следующим», сказала она Мэйсону, остановившемуся поглазеть на понравившийся экспонат. «Чего только не придумают. Внутри все, что душе угодно. И в то же время, все это в таком ограниченном замкнутом пространстве, что просто диву даешься. Настоящий дом на колесах. Поразительно». В этот момент, к ним приветливо улыбаясь, подошел один из работников центра. «Неплохо, правда? Хотите найти что-нибудь для души?» «Нет», — ответил Мэйсон. «Мы бы хотели поговорить с управляющим». «С Джимом Харцелем?» «А управляющего зовут Джим Харцель?» «Да». Торговец с трейлерами кивнул. «И где его можно видеть?» «Идите за мной, сэр». Он провел их вдоль длинного ряда трейлеров и пригласил пройти налево. Мэйсон шепнул Делли Стрит. «Ты не забыла бумагу и карандаш?» «Обижаете, шеф! Я без них ни шагу, разве что в ванную!» «Тогда я тебя прошу, когда Орлен Дюваль сюда приедет, запиши номер ее автомашины, если, конечно, она не воспользуется такси». Делла Стрит сделала знак, что она поняла. Приветливый молодой человек остановился перед маленьким низким зданием. «Офис мистера Харцеля, входите!» «Благодарю вас!» Мэйсон сделал шаг назад и пропустил вперед секретаря. Харцель оказался здоровенным широкоплечим типом с выпеченной вперед грудью, медвежьими ухватками и верным глазом аукционера. Их он оценил с полувзгляда. «Здорово, ребята! Что произошло?» «А почему вы сразу думаете, что что-то произошло?» спросил Мэйсон. «Я вижу!» «Добродушно усмехнулся здоровяк. Работа такая! У тех, кто приходит ко мне заключать сделку, рот, как правило, до ушей. А как же иначе? Делают важный шаг в жизни. Решили бросить все на время и побродяжничать, как цыгане. Пожить, наконец, в свое удовольствие. А если приходят такие суровые и насупившиеся, как вы, то ясно, что где-то что-то случилось. Выкладывайте. Наверное, купили трейлер, а он с браком». Мэйсон рассмеялся. «Меня зовут Перри Мэйсон». «Тот самый адвокат?» «Да, это я». Харцель энергично сжал руку Мэйсона толстыми сильными пальцами. «Необычайно рад познакомиться. А это мой секретарь, мисс Стрит». Делла Стрит уже протянула было ладонь, но Мэйсон, потирая свое, остановил ее. «Лучше не надо. Раздавит». «Да и вы сами неплохо жмете», возразил Харцель. «Признаться, я в прошлом много занимался борьбой. А кроме того, когда я стал учиться торговать, то все говорили, что крепкое доброе рукопожатие чуть ли не половина успеха. Клиент должен почувствовать, что здесь к нему относятся чуточку лучше. «Здравствуйте, мисс Стрит. Счастлив познакомиться. Ну а теперь садитесь и рассказывайте, что вас привело. Уж не нарушил ли я закон?» «Знаете ли вы, Орлен Дюваль?» спросил Мэйсон. «Дюваль, Дюваль, постойте-ка, это имя я где-то встречал». «Ах да, ну конечно же». Лицо Харцеля расплылось в улыбке. «Что-нибудь смешное?» «Да как сказать. Скорее, забавное воспоминание. Приятная, милая красотка купила у меня гелиар, причем расплатилась наличными». «Что вы имеете в виду?» удивился Мэйсон. «Я имею в виду наличные. Чек или...» «Том-то и дело, что никаких чеков». «Заплатила хрустящими новенькими сотенными». «А еще что-нибудь вам о ней известно?» «Но посудите сами, зачем мне что-то еще о ней знать?» «Покупает трейлер и выкладывает пачку денег. Для меня это самый убедительный довод. А что с ней?» «Надеюсь, не банк же она ограбила?» Мэйсон уже начал было задавать следующий вопрос, но остановился. «Но в чем же дело?» Харцель не отставал. «Этот гелиар, что вы ей продали, был сегодня украден». «Боже правый, украли? Застрахован, надеюсь?» «Неизвестно. Мой интерес состоит в том, чтобы его найти снова». «А я чем могу помочь?» «Верните его». Улыбка мигом слетела с добродушного лица Харцеля. «Погодите-ка, я что-то опять не понимаю». «Только не волнуйтесь», успокоил его Мэйсон. «Я вовсе не хочу сказать, что вы его украли». «Так случилось, что вы его купили». «Ах, вот оно что!» Харцель почесал затылок. «Сегодня действительно звонили, хотели привезти гелиар и просили продать, на комиссионных условиях. То есть я не купил его. Кстати, вот у меня на столе и карточка. Имя владельца Прим. По крайней мере, он так назвался. Оставил еще телефон и адрес, но я на всякий случай записал себе и номер его джипа. Правда, проверить не успел. Джип он запросто мог одолжить у приятеля. Мэйсон на карточку даже не посмотрел. «Тогда, может быть, пойдем взглянем на этот гелиар», предложил хозяин. «Охотно». Мэйсон кивнул. «Настоящий владелец появится здесь с минуты на минуту. Мы договаривались о встрече». «Итак, идем смотреть». Харцель вдруг остановился. «Конечно, мистер Мэйсон, я о вас наслышан и не сомневаюсь в вашей репутации. Но мой бизнес любит точность. Обождите, я подниму записи. Надо же сверить номер кузова и так далее». Почти уже от дверей Харцель вернулся к своему рабочему месту, открыл дверцу большого сейфа, вытянул один из ящиков с подшитыми документами, перебрал несколько папок, пока не нашел нужную, открыл ее и быстро что-то оттуда списал в записную книжку. «Ну все, то, что нужно, я нашел. Можно и...» Он не договорил, потому что в этот момент с улицы вошла Орлен Дюваль. «Здравствуйте. Всем добрый вечер. Извините, что задержалась, но движение ужасное». «Ну наконец-то, наконец-то, мисс Дюваль. Как вы поживаете?» Харцель шагнул к ней навстречу и протянул руку. В ответ девушка протянула свою и подошла к столу. «Спасибо, прекрасно». «То-то вы так и выглядите». Харцель отпустил ее ладонь, перехватил запястье и показал руку Орлен Дюваль. «Смотрите, мисс Смит, синяков нет. С противоположным полом я умею быть нежным, но уж если меня жмут, то в ответ я тоже жму как следует. Мисс Дюваль, мистер Мэйсон только что сообщил мне о вашем трейлере. Да, его украли. И похоже, что он у меня. Мистер Мэйсон сказал мне это. «Но хотел бы я знать», обращаясь сразу ко всем, воскликнул Харцель. «А откуда мистеру Мэйсону это стало известно?» «Она мне заплатила», немедленно ответил Мэйсон. «Она? А не полиция?» Орлен Дюваль молча подтвердила. Харцель какое-то время переводил взгляд с одного необычного посетителя на другого и, подумав, с полминуты решился. «Отлично! Идем смотреть трейлер. Увидим сразу, тот или не тот». Он повел их вдоль расположившихся рядами трейлеров, ни на секунду не забывая об обязанности хозяина поддерживать беседу. «Те, что сдают на комиссионных условиях, я держу сзади. Конечно же, мы пытаемся их продать, но выгоды от таких сделок меньше, чем от тех, что я полностью покупаю и продаю сам. Но дело опять же не в деньгах, а в обороте капитала. А я предпочитаю оборачивать свой капитал побыстрее, и поэтому свои трейлеры, то есть те, что я купил, ставлю так, чтобы попадались на глаза в первую очередь. Вы пройдете мимо них прежде, чем дойдете до тех, что продаются на комиссионных. Есть домики просто замечательные. Вы, мистер Мейсон, должны как-нибудь выбрать время и осмотреть их как следует. Вы непременно что-нибудь купите. С вашей работой, когда куда бы ни поехал, все узнают и пристают с проблемами, такая вещь придется очень кстати. Взгляните-ка на этот. 25 футов. Летит за машиной как перышко. Вы даже не почувствуете. Тепло и звукоизоляция. Можете поставить его в полдень в пустыне и внутри будет свежо и прохладно, как в лесу у подземного источника. Хотите, я его открою? Спасибо, не сегодня. Не обращайте на меня внимания, не унимался Харцель. Работа с людьми. Приходится уговаривать, создавать рекламу. Я вовсе не хочу вам ничего всучить, просто для поддержания формы. Но вот мы и пришли. Вот ваш Гелиар. Он заперт на ключ? Осведомился Мейсон. Конечно. На комиссионной продаже мы их все запираем, как, впрочем, и остальные, за исключением тех, что можно осматривать. Орлен Дюваль достала из кармана ключи. Я сама открою. Харцель уже вынул было свой ключ, но посторонился и, шагнув в сторону, наблюдал за ней. Девушка повернула ключ в замке, дверь открылась, и она, даже не пытаясь скрыть охватившего ее волнения, вспрыгнула на подножку и исчезла внутри трейлера. Следом вошла Дейла Стрит. Мейсон подал ей руку, а замыкал эту маленькую инспекцию сам хозяин центра. Да, это он, подтвердила Орлен Дюваль. Харцель тем временем нашел с обратной стороны двери металлическую пластинку, потер ее пальцем, чтобы прочитать номер, и, сравнив его с записью у себя в книжке удовлетворительно хмыкнул. Вне всяких сомнений. Затем он открыл дверцу встроенного шкафчика, посветил туда фонариком и добавил. И здесь тот же номер. Все верно. Ну, а кроме номера, спросил Мейсон, обращаясь к Орлен Дюваль, можете ли вы назвать какие-либо отличительные особенности, подтверждающие, что вы его хозяйка? Девушка задумалась. Если не трудно, откиньте, пожалуйста, вот тот маленький дамский столик перед зеркалом. Да-да, рядом с кроватью. Я пролила как-то на нем чернила, а пятно так полностью и не вывела. Харцель подошел к столику и установил его в нормальное положение. Окей, сестрица, ваша взяла. Я сдаюсь. Кто-нибудь еще желает взглянуть? Мейсона Делла Стрит прошли туда, где стоял Харцель. Когда, говорите, его увели, спросил он. Сегодня утром. Надо же, как они быстро управились. А вещички-то подмели подчистую. Орлен Дюваль опустила голову. И что вы собираетесь предпринять? Я, конечно, за этот трейлер держаться не стану, но и вот так просто отдать его тоже не могу. В полицию уже сообщили? Нет. Но тогда лучше сообщить сейчас же. А почему холодно спросил его Мейсон? Харцель смирил адвоката оценивающим взглядом. Предположим, что этот парень Прим возвращается и спрашивает у меня, где трейлер, а я отвечаю, что передал его мисс Дюваль, поскольку вещь краденая. Прим встает на дыбы. Он этого не сделает. А если сделает? Послушайте, сказал Мейсон, но ведь вы-то знаете, что этот трейлер принадлежит мисс Дюваль, не так ли? Да не совсем так. Я продал его ей, это верно. И номера все те же, и никто их не отдирал и не менял. Но ведь можно предположить, что он купил его у нее. Видите, в каком я окажусь положении? Если он вернется и раскроет рот и начнет орать, а я могу ответить ему, что вызову полицию и стану набирать номер, это одно. Но если мне ничего не останется, как только смотреть в потолок и мямлить, то это совсем другое. Меня такое положение не совсем устраивает. Давайте подойдем иначе, перебил его Мейсон. В качестве адвоката мисс Дюваль я заявляю, что вы укрываете на своей территории краденую собственность. Что в этом случае? Но это дело не меняет. Харцель был невозмутим. Ни в коей мере. Я предложу вам разбираться через суд. Разводите свою обычную конетель, возбуждайте дело, да что угодно. И можно включить ущерб за необоснованную задержку? На здоровье. Вы требуете возмещения ущерба, а я требую вызвать полицию. С моей стороны это наиболее разумно, согласитесь. И то же самое я скажу и судим и присяжным. Про возмещение убытков никто и не вспомнит. Я ведь прошу немногого. «Если трейлер украден, извольте поставить в известность полицию». Мисс Дюваль не хотелось бы огласки, начнутся пересуды. Фу ты пересуды, да никаких пересудов не будет. Но почему же они возможны? Да, на лице Харцеля вдруг возникло подозрение. Понимаете, поспешил успокоить его Мэйсон, в тот момент, когда трейлер украли, мисс Дюваль загорала, сбросив одежду, лежала неподалеку. Поэтому-то неизвестные смогли преспокойно угнать и трейлер и автомобиль. И автомобиль тоже, изумился Харцель. Мэйсон кивнул. «Но тогда тем более надо в полицию». «В полицию и в газеты», добавил Мэйсон. «Здесь ей не повезло, я ни при чем». «Хорошо». Мэйсон решил повернуть дело по-другому. «Забудем, что трейлер украден». «Я его покупаю». «Сколько?» «Тот парень хотел две восемьсот девяносто пять». Харцель выглядел слегка озадаченным. «Я ему предложил две. Лично я бы такой стал продавать за две четыреста и за месяц он бы ушел». «Две восемьсот девяносто пять все-таки многовато. Может быть, мистер Мэйсон вы сначала назовете, сколько бы вы хотели заплатить?» «Нет, я торговаться не буду. Покупаю как есть. Звоните ему, пусть приезжает. Да, пусть не забудет квитанцию и ударим по рукам». «Постойте, постойте, что-то не укладывается в голове. Если он украл...» Мэйсон его перебил. «Когда он приедет, если он, конечно, вообще сюда приедет, я его арестую, и уж только потом мы позвоним в полицию». «Спасибо, сейчас укладывается. Ну что ж, вернемся в офис и позвоним ему». Все четверо вышли из трейлера, и Орлен Дюваль снова заперла его своим ключом. Когда они вместе с Деллой Стрит последовали за мужчинами, Делла, все это время внимательно следившая за девушкой спросила, «А где ваша сумочка, мисс Дюваль?» «Ну и растяпа же я», воскликнула та, «Так и есть, оставила на столике, на том самом рядом с кроватью, придется вернуться». Орлен Дюваль побежала обратно к прицепу, а Харцель восхищенно посмотрел ей вслед. «Вот это бежит! Рождена, чтобы бегать!» Колени вместе, локти прижаты, и даже приподняла юбку, чтобы ногам было легче двигаться. «Не бежит, а прямо как лесная козочка!» «Интересно, откуда это у нее?» «Наверное, занималась чем-нибудь?» «А я думаю, врожденная», высказала свое мнение Делла Стрит. «Ну, не будем ждать», предложил Мэйсон, «идемте в офис». Харцель постоял немного, затем повернулся, сделал вслед за Мэйсоном несколько шагов, но неожиданно остановился. «Не могу, я должен лично убедиться, что трейлер будет заперт как следует, пока что я несу за него ответственность. Давайте, если не возражаете, подождем и посмотрим». Мэйсон закурил. «Что-то долго она ищет эту сумочку», не выдержал Харцель. «Возможно, она перепутала, и сумочка не на кровати», предположила Делла Стрит, «А в шкафчике или еще где-то». Но Харцель трейлера с таким целеустремленным видом, что Мэйсону и его секретарю пришлось волей-неволей последовать за ним. Они уже подошли к прицепу, когда дверь трейлера распахнулась и оттуда выскочила мисс Дюваль. «Простите меня», девушка улыбнулась им с обезоруживающей прямотой. «Слава Богу», выдохнул Харцель, «А я уж думал, что вы там сгинули вместе с сумочкой». «Не сердитесь, прошу вас, но я не думала, что из-за меня задержка. Представляете, я сегодня впервые взглянула на себя в зеркало, там, над столиком. Пришлось доставать пудру, подкрашиваться, весь день такая спешка, что некогда привести себя в порядок». Харцель сразу обмяк. «С вами женщинами всегда так». «Вы бы, мистер Мэйсон, удивились, узнав, как они покупают трейлер. Первым делом просят показать кухонные принадлежности, а потом все останавливаются перед большим зеркалом, вытаскивают косметику и... Ну ладно, давайте запрем дверь, но только на этот раз я это сделаю сам и своим ключом». Не прошло и двух секунд, как дверь была заперта. «Этот ключ вам передал Прим?» спросил Мэйсон. «Естественно, вместе с трейлером». «А что, что-нибудь не так?» «Да нет, просто уточнение». «Хотя подождите-ка», сказал Харцель, «тут действительно что-то не так. Если он увел трейлер, то откуда у него ключ?» «Правильно», согласилась Орлен Дюваль, «я оставляла его запертым, и чтобы открыть, он должен был иметь ключ». «Странно, откуда же тогда он у него взялся?» «А не может быть такого, что один ключ подходит ко всем прицепам одной марки?» «Это предположение исходило от Деллы Стрит». «Только не Гелиар», возразил Харцель, «это одна из лучших моделей на сегодняшнем рынке, и замкам фирма уделяет особое внимание, каждый со своим секретом, так сказать». «Но несомненно одно», заметил Мэйсон, «Мы точно знаем, что ключ у похитителя был, он отдал его вам, и он подходит. А где он его взял, мы его обязательно спросим». «Верно, но все, пойдемте же звонить». Вернувшись в офис, Харцель снова достал регистрационную карточку и набрал номер. «Алло, могу я поговорить с мистером Примом?» «Передайте, что его спрашивает мистер Харцель из Идеал Трейд Трейлер Центра». «Ответили не сразу, очевидно, что-то выясняли». «Что вы говорите?» «Не может быть, но он сам дал этот номер, Говард Прим. Не знаете такого?» «Окей, извините». Харцель положил трубку и сказал, «Возмущаются, а чего спрашивается, я же только вежливо спросил, это частная квартира, говорят, что уже двое после обеда спрашивали Говарда Прима, а они про него и слыхом не слыхивали». «Может быть, не тот номер?» спросил Мэйсон. «Нет, номер как раз тот, он сам его дал, написал на карточке после адреса, своим собственным почерком, если кто и ошибается, то это он, а не я». «А улицу проверяли?» «Имеете в виду адрес?» «Нет, только улицу, мне кажется, что на той улице таких номеров вообще нет, если мне не изменяет память, эта улица очень короткая и...» Харцель достал карту города, по алфавитному указателю нашел улицу, проверил номера домов и отложил карту в сторону. «Вы правы, но мне нужна расписка, что вы забираете трейлер под свою ответственность и беретесь доставить его клиенту. Я принимаю ваше утверждение о том, что он украден. Ваша репутация лучший гарант, но я прошу письменного заявления с вашей подписью, это должно быть в расписке». «Хорошо», согласился Мэйсон, «составьте документ сами, я подпишу». «Когда вы собираетесь забирать трейлер?» Вмешалась Орлен Дюваль. «Прямо сейчас». «А как же автомобиль? Вы сказали, он тоже украден?» «У меня есть другой». «С буксировочным приспособлением?» «Да, я готова забрать трейлер». «Окей». Харцелю не оставалось ничего другого, как уступить. «Конечно, лучше было бы вызвать полицию, но раз уж вы так не хотите, то ладно. Тогда пусть расписка будет по всем правилам». «Если в расписке вы укажете, что возвращаете трейлер мисс Орлен Дюваль на основании того, что поверили моим заверениям, о том, что этот трейлер украден и что она является его истинной владелицей, и если еще добавите, что вы проверили номера данного трейлера и они совпадают с номерами того, которые вы ей ранее продали, то я подпишу», сказал Перри Мэйсон. Справедливо подтвердил Харцель и начал писать. Сначала он задумался, написал строчку или две, потом опять помедлил и, наконец, быстро закончив оставшуюся часть, перерол документ Мэйсону. «Вы юрист, посмотрим, как вы подписываете бумаги, составленные другими. Я от кого-то слышал, что юриста никогда и ничего не подписывают в первом варианте». Мэйсон ловко вытащил из внутреннего кармана ручку и произнес, «Я подпишу, не читая». У Харцеля опустилась челюсть. «Ну шеф», воскликнула Делло Стрит, «Вы даже не прочитали». «Я его подписал и покончим с этим». «Пожалуйста, Делло, я тебя попрошу, перепиши его себе в тетрадку». Он держал документ так, чтобы Делло Стрит могла его хорошо видеть. И когда дело было сделано, небрежно перебросил документ Харцелю. «Все в порядке, мисс Дюваль, идите цепляйте трейлер». Харцель медленно поднялся из-за стола, он никак не мог оправиться «А я-то думал, что это как раз то, отчего вы предостерегаете клиентов». «С клиентами другое дело». Орлен Дюваль сбежала вниз по ступенькам, а Харцель подошел к распахнутой двери и крикнул одному из помощников. «Эй, Джо, помоги мисс Дюваль подцепить вон тот гелиар». «Она купила его?» крикнул в ответ помощник. «Да», Харцель усмехнулся. «Даже два раза». Он прошел обратно за стол. «Поразительно, подписал, не читая, не могу поверить». «Позволю себе дать вам один маленький совет», сказал Мэйсон. «О некоторых тонкостях юриспруденции может пригодиться». «Ваш совет я приму с удовольствием». Документ, прежде чем стать взаимным соглашением, должен быть подписан, скреплен печатью и официально вручен. По законам этого штата подпись не требует скрепления печатью, но документ ничего не значит, пока он не передан официально». «Понятно. И что из этого?» «А из этого следует, что хотя я и не успел его прочитать до того, как подписал, но у меня была возможность прочитать его после подписания, когда я держал его перед Мисс Стрит, и она снимала с него копию». «То есть окажись в нем что-нибудь не так, вы бы отказались вручить мне его?» «Совершенно верно. Я бы его просто-напросто разорвал». Харцель откинулся на спинку стула. «Но прямо как камень с души. Вы меня крепко озадачили, когда подписали, не читая. Я и не думал, что смогу нацарапать бумагу так, чтобы вы сразу поставили свою подпись». «Ну а если вы бы вряд ли отдали мне трейлер, разве не так?» спросил Мэйсон. «Это уж точно, улыбаясь, признался Харцель. Знаете, мистер Мэйсон, стоит вам захотеть, и вы бы смогли продавать трейлеры, как никто другой». Он встал и протянул руку. «До свидания, мистер Харцель», сказал Мэйсон. «Надеюсь, в следующий раз мы оба будем более разумны, и нам не придется прикладывать такие же не соглашения, как сегодня». «Но я старался не отставать от вас, мистер Мэйсон». Они пожали друг другу руки. Мэйсон и Делла Стрит прошли в ту часть стоянки, где Орлен Дюваль, выказывая немало искусства управления автомобилем, осторожно и очень точно поставила его так, что в конце концов буксировочное приспособление ее автомобиля оказалось как раз под разъемом с передней стороны трейлера. Механик подсоединил зажимы, оставалось только состыковать электроразъем. «Простите, мисс, но у вас не такой выход», крикнул он, «поворотники и электрические тормоза так работать не будут». «Ничего, у меня есть переходник для Гелиара». Девушка пошарила рукой где-то под сидением и бросила найденную вещь механику. «О, вы заранее все предусмотрели, мисс? Вас это удивляет?» «Да», ответил тот, «мне бы и в голову не пришло». Пока механик зачищал провода и заканчивал присоединение электропроводки, Мэйсон решил поговорить с клиенткой. «Есть у вас какие-либо дальнейшие планы?» Девушка кивнула. «Да, я бы хотела доверить вам свои дела и дела моего отца. Вы произвели на меня впечатление. Я бы хотела продолжить, но предупреждаю, когда вы познакомитесь с моими методами поближе, они могут вам не понравиться. Почему? Я служу правосудию. Пока что они мне нравятся, но предположим, что ваш отец и в самом деле виновен. Он не виновен. Вы хотите, чтобы я распутал это дело? Несомненно. Трейлер забираете с собой? Естественно. Я только что подумал вот о чем. Вы так торопитесь уехать отсюда на трейлере, а ведь в нем по сути дела ничего нет. Ни наволочек, ни простыней, ни полотенец, ни мыло. А питаться чем? Вы правы, как всегда, мистер Мэйсон. И тем не менее, вы снова начинаете в нем жить. С этой же минуты. И будете в нем спать? Конечно. А когда я вас принесу задаток? И большое вам спасибо. Хорошо. Но если я соглашусь представлять ваши интересы, мне понадобится уйма информации. От меня, от вас и от других людей придется нанимать детективов. Нанимайте, я согласна. Это может вам обойтись в кругленькую сумму. Орлен Дюваль посмотрела Мэйсону прямо в глаза. Мистер Мэйсон, давайте договоримся раз и навсегда. Если вы можете помочь папе, то я заранее согласна со всеми вашими действиями, которые вы сочтете нужными предпринять. Я понимаю, но затраты... А разве я говорила что-нибудь о затратах? Нет, это я о них говорю. Ну и бросьте, делайте свое дело. Я нанимаю детективное агентство Пола Дрейка. Сыскную работу для меня делает он. Именно прекрасно. Нанимайте столько людей, сколько потребуется. И каков предел? Нет предела. Девушка сказала это медленно и четко, затем резко встала и протянула Мэйсону загорелую крепкую руку. Вам не обязательно меня дожидаться. К сожалению, нельзя сказать, что мы заканчиваем разговор на удовлетворительной ноте, заметил Мэйсон. Вы может быть и нет, но не я. Продолжайте. делайте, что считаете нужным. Мэйсона это даже немного рассердило. Хорошо, но помните, мисс, я вам уже говорил, что за эти деньги назначена большая награда. Срезать углы со мной у вас не получится. Будете водить за нос, я возьму себе вознаграждение из тех денег. Я это знаю и не сомневаюсь. Ну и прекрасно. Подошел механик. Все готово, мисс. Орлен Дюваль взглянула на Мэйсона и улыбнулась. До скорого. Увидимся завтра. Глава четвертая. Было уже почти девять часов вечера, когда Мэйсон и Делла Стрит вошли в офис Пола Дрейка. Пол с шумом потянул носом воздух и сказал, «Я отсюда чувствую тот специфический сладкий запах успеха, который источают ваши довольные лица». Мэйсон раскурил сигарету. «Мир полон удивительных вещей, Пол». «Ты счастливый человек, Мэйсон». Дрейк раскрыл маленькую коробочку и вытряхнул оттуда на ладонь белую таблетку бикарбоната натрия. Затем подошел к крану, нацедил немного воды в бумажный стаканчик и, положив таблетку на язык, запил ее водой. «Очень плохо?» спросил Мэйсон. «Да, Перри, никак не отстает. Сидишь тут, обрываешь телефоны, даешь указания, проверяешь, как сделали, да все еще приходится разжевывать, исправляешь их ошибки, думаешь порой за них. Донесения приходят, сводишь их воедино, а еще надо спорить с клиентами, успеть заскочить в забегаловку, которую крысиной норой-то не назовешь, и забросить чего-нибудь жирного да горячего в желудок. Глотаешь все это залпом, запиваешь и снова бежишь назад, узнать, что же произошло за те несколько минут, пока тебя не было. Ты слишком много работаешь, пол, но ты же сам сказал, что нового о загорающей красотке. Есть кое-что, слушай, машина у нее из проката. Едва прицепив трейлер, она прямым ходом двинула в супермаркет, в один из тех огромных, где можно всегда припарковаться и где продают все, что душе угодно. Твоим людям было не трудно следить за ней? Трудно к дьяволу такую слежку, нас там целая очередь набралась. Ваша милая крошка закупилась под завязку. Одеяло, простыни, скатерти, посуда, полотенца, мыло, жратва налетело как саранча и все это почти не останавливаясь. Не знал бы, так подумал, что она это не раз репетировала или может быть у нее привычка такая. Список покупок у нее был? Ни списка и ни подобия его пронеслась по всем отделам могучим ураганом, сметая все на своем пути. Продавцы едва успевали таскать и укладывать в трейлер ящики и коробки. Поневоле вспомнишь африканских носильщиков на сафари. Мэйсон и Делла Стрит обменялись взглядами. Платила наличными или просила занести на счет? Уплатила за все сразу. Чем? Чеком или денежками Перри новенькими хрустящими денежками? Конец второй части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. с уважением руководитель канала актер Юрий Яковлев Суханов КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ